Нельзя ли, вот, как провести работу, чтобы снять, вообще, с вашего списка, чтобы у нас вопросы... И второй вопрос, если выявится, без хозяев, вопрос субсидирования, она в силу имеется, потому что, если как-то... Махачкаверия совершенно была приспользована, что есть возможность и так далее. Я понял. Ну, первое, что я хотел сказать, вообще, очень хороший и актуальный вопрос, который я, как раз, хотел, узнал, что, когда здесь все это поднять, да, обсудить. Дело в чем? Дело в том, что у любого объекта культурного наследия, да, должен быть, там, кадастровый номер, он должен на учете стоять, если это окс объект капитального строительства, и у него должен быть хозяин. Теперь у нас какая ситуация получается? В республике 2700 оксов объектов, которые у нас есть, а хозяева есть всего 204. А та работа комплексная, которую мы проводим в рамках национальной системы пространственных рамок, там, и так далее, и так далее, требует, чтобы они у этих объектов были хозяев. Как правило, у этих объектов есть по факту хозяев, то есть их дедушек, бабушек, там, и так далее, и так далее. То есть нужно сделать, как бы, задача какая стоит, да, в общем, я сейчас расскажу, как ее решать тоже, да, стоит в том, чтобы они оформили эти права, да, за собой, да. Второе, есть объекты, которые, значит, не могут быть частной собственности, по определению чаще всего так не бывает, да. Вот их, естественно, необходимо взять в муниципальную собственность, да, чтобы на них законно можно было средство тратить, там, и так далее, и так далее. Мы тоже, как бы, стараемся, по крайней мере, чтобы наши действия, они были бы логичными. Мы каким образом поступаем? Вот, например, в администрации районов мы не просим взять в собственность все. Мы пишем в администрацию районов, возьмите, пожалуйста, проведите кадастровые работы и возьмите в собственность. Первое, это мосты, да, да, мосты, которые есть, как объекты. Которые имеются в перечне. Да, 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 перечне, которые есть. Второе, родники, там есть у нас родники архитектурно оформленные, они тоже там в перечне есть, да. Ну, соответствует нашим полномочиям. Да, да, да. Это снабжение у нас, дорожные деятельности. И третье, и третье, это, значит, монументы. Чтобы кадастровые работы по ним провели, то есть могли, как бы, это, запустить процесс. Линейные объекты, например, мосты, это за три месяца можно взять, три с половиной месяца в собственность. Другие объекты более года уходят, потому что год там информация должна висеть. И таким вот образом, чтобы оформили права собственности как можно большего количества объектов, чтобы были собственники, они были внесены сведения в ЕГРН, эти обременения были внесены и так далее. Теперь по поводу утраченных памятников. Вот по Ботлевскому району я специально привез список, вот он список памятников, которые мы не нашли. А у них границы не установлены, да. Вот. Их на данный момент 18. Мы сюда приезжаем, ищем этот объект, акт технического состояния составляем. Если этого объекта нет, мы обращаемся в МВД, это обязанность наша. У нас группа лиц приезжает, там с заданием, конкретным планом закрывают и приезжают. До следующего года, вот, в том числе по Ботлевскому району, решить все вопросы, связанные вот с отсутствующими объектами. Есть инвестор, который хочет взять ее аренду. И у него возникает вопрос, что, если ему аренду дадут ее, что имеет право он там, какие эти... Он хочет открыть гостиницу, так сказать, для туристов. На первом этаже раньше тоже там кафе было, на втором этаже была гостиница. За свой счет хочет ее отремонтировать. Это очень хороший человек, он сам из Нижнего Нихелона. Вот, это еще лучше. Этот объект, он находится в собственности у Росимущества. Вопросы аренды решаются с Росимущества. Возможности взять эту в аренду эти объекты есть. Почему? Потому что мы предписываем Росимуществу следить за объектом, привести его в порядок. Да? Мы можем в любой момент обратиться в суд, как это нашел сделали, да? И, значит, их оштрафовать. И они сами заинтересованы, чтобы у этого объекта появился кто-то, будет пользоваться за ним, следить. Кроме того, это же приносит доход государству тоже. И ответственность прикладывать. И ответственность прикладывать. То есть это, в принципе, выгодно для Росимущества. Теперь следующий момент, что касается, там можно сделать, хотите гостиницу, хотите магазин, хотите музей, хотите кофейню. Единственное, что нужно это делать по проекту, по согласованию. То есть реставрации с современным использованием. Исторический облик, чтобы не поменялся. То есть внутри, допустим, делаете, если вам нужно, штукатурку делаете, если нужно, кафель и так далее, отопление и так далее. Но внешний вид, да, чтобы он выглядел, вот как продолжала выглядеть, как крепость. Наша заинтересованность в том, чтобы этот памятник был приведен в порядок. И он всегда будет в хорошем состоянии, пока он будет нужен людям и будет использоваться. Нам нужен собственник на долгие годы там и так далее. У нас вот по мечети основной вопрос. Мечеть 1903 года. Это где она? В чем она мечеть? В чем она, центральная мечеть? В списке она. Первая. Полы были важные, проваливались. И штукатурка такая старая, сыпалась. И общественность села, ну, мечеть, тем более центральная мечеть, вызвалась. Решили своими силами, тем более мечеть, такое благородное дело, восстановить ее. Угу. Ну, на призы очень, наверное, почти все село, там, даже с города, вели приезжали, там, хотели свои участия, там, проявить. И вот так реконструировали мы. А тот факт, что как-то надо согласовывать, был упущен, да. А вот по другим памятникам, ну, они, честно сказать, вот в очень заброшенном состоянии находятся. И вот, хотели бы узнать, некоторые, наверное, вообще-то, по-моему, уже актуально спать, наверное, да. Ну, вот как я в первый памятник Гленина, его нет. Да. То, что касается первой мечети, конечно, ну, всегда можно сделать реконструкцию и ремонт, чтобы найти баланс между сохранением старины, видой, да, и современным использованием. Мы все сейчас хотим комфортно, мы хотим, чтобы пол теплый был, чтобы вода горячая была, там, и так далее. Это можно делать, да. Там есть, как правильно это делать, это можно делать, но это, конечно, очень плохо, что... Мы почему-то сейчас привыкли, что мечеть должна быть обязательно, там, Дербинским камнем обделана, там, 20 лет назад красным кипячом она должна быть обделана, да. Вот, мы, на самом деле, вот это богатство, каменную работу каменщиков, там, и так далее, скрываем, получаем. По памятникам, на самом деле, многие памятники у нас включены с 60-х, 70-х годов, они включены там 90-х, даже не было уже. В частности, вот в один из мельниц, который у нас встречается, там среди них есть объекты, которых реально не существует уже в привык. Они исключены могут быть из реестров только по результатам экспертизы, это немножко дороговато и долго, но и сейчас проводим таким вот образом, документально фиксируем, да, что оно отсутствует таким образом, первое, нашим актом, что его не нашли, да, в данном случае, в том числе, с учетом мнения, там, местной администрации, местных жителей, они говорят, что его нет. Второе, мы направляем в МВД, да, о том, что это же объект культурного наследия уничтожен, кто его уничтожил, как уничтожил и так далее, в этом случае, они проводят свое расследование, да, там, опрос, и, как правило, у нас бывает, что у Телина очень давно отказана от возбуждения уголовного дела в связи с, там, значит, тем, что круглицы причастных не установлены. И, соответственно, в этом случае, когда МВД есть, это, в принципе, нам дает возможность в работе, там, с муниципалитетами и так далее, учитывать, что его, как бы, нет, да, вообще, да, ну, если пока пусть будет, потом мы потихоньку, по мере необходимости будем исключать.